Торт-новинка «Шахматная королева» Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада Вас приветствовать на своём канале «Вкусно просто быстро»! Сегодня я хочу предложить Вам приготовить очень вкусный, мягкий, в меру сладкий, с нежным шоколадным вкусом домашний торт «Шахматная королева». Данное количество ингредиентов рассчитано для торта размером 16х18 см, высотой 6 см и весом 1,2 кг. Давайте приготовим! Разделим 3 яйца на белки и желтки. С белками немного позже приготовим ангельский бисквит, оставляем белки пока на столе, а с желтками приготовим йогуртовый заварной крем. В кастрюлю высыпаем 80 граммов сахара, добавляем 10 граммов с горкой пшеничной муки, перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 150 граммов густого натурального йогурта. По желанию йогурт можно заменить сметаной. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на плиту. Варим на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик. Постоянно помешивая, доводим массу до закипания. Когда масса закипит, делаем огонь минимальным и постоянно перемешивая, провариваем примерно 1 минуту. Готовая заварная основа по консистенции должна быть как пудин. Снимаем кастрюлю с огня и ставим в чашу с ледяной водой. Перемешивая, остужаем до комнатной температуры. Охлаждённую заварную основу накрываем пищевой плёнкой в контакт и оставляем на столе. Приготовим ангельский бисквит. Сразу соединим вместе 20 граммов сахара и 10 граммов ванильного сахара. Также соединим вместе 40 граммов пшеничной муки и 50 граммов сахарной пудры. Трем белкам добавляем щепотку соли. На небольшой скорости миксера взбиваем белки в лёгкую пену. Когда белки взобьются в лёгкую пену, добавляем к ним щепотку лимонной кислоты. Продолжаем взбивать, добавляем сахар и ванильный сахар. Когда сахар растворится, постепенно увеличиваем скорость миксера и взбиваем белки до мягких пиков. Белковая масса должна быть воздушной, но не должна быть плотной. Просеивая, добавляем пшеничную муку и сахарную пудру. Аккуратно перемешиваем лопаткой круговыми движениями снизу вверх до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса станет однородной, достаточно. Тесто должно оставаться воздушным. Оставляем тесто на столе и сразу приготовим шоколадный бисквит. Разделим 3 яйца на белки и желтки. К желткам добавляем щепотку соли. Перемешиваем до однородного состояния. К белкам тоже добавляем щепотку соли. Начинаем взбивать белки на небольшой скорости миксера. Когда белки взобьются в пену, постепенно добавляем к ним 90 граммов сахара. Когда сахар полностью растворится, постепенно увеличиваем скорость миксера до максимума. Избиваем белки до устойчивых пиков. Вливаем растёртые с солью желтки. Аккуратно круговыми движениями перемешиваем до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса стала однородной, достаточно. Соединим вместе 70 граммов пшеничной муки и 20 граммов какао. Просеивая, добавляем пшеничную муку и какао к яичной массе. Аккуратно перемешиваем круговыми движениями снизу вверх до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса стала однородной, достаточно. К 30 граммам или 2 полным столовым ложкам молока комнатной температуры добавляем 30 граммов растительного масла. Перемешиваем и добавляем немного теста. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем столько теста, чтобы масса не была сильно жидкой или сильно густой. Вот такого состояния должна быть смесь. Переливаем смесь в тесто. Перемешиваем аккуратно круговыми движениями до однородного состояния. Я выпекаю бисквит в форме размером 33 на 22 см. Форму застелила тефлоновым ковриком, можно застелить пергаментной бумагой. Столовой ложкой выкладываем в форму половину ангельского бисквита в шахматном порядке. Сверху равномерно распределяем шоколадный бисквит. Далее в шахматном порядке выкладываем вторую половину ангельского бисквита. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку до готовности. У меня бисквит выпекался 20 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если палочка выходит сухой, значит бисквит готов. Пересушивать бисквит не надо. Разрезаем бисквит пополам и перекладываем на решётку, остывает до комнатной температуры. Пока бисквит остывает, доделаем заварной крем и приготовим шоколадный крем. Сначала доделаем заварной крем. Хорошо взобьём миксером 50 граммов сливочного масла комнатной температуры. Добавляем 10 граммов или 2 чайные ложки ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем часть заварной основы и хорошо взбиваем миксером до однородного состояния. Заварная основа, как и масло, должна быть в комнатной температуре. Добавляем оставшуюся заварную основу. На максимальных оборотах миксера взбиваем до однородного и воздушного состояния. Крем получается нежным, воздушным, лёгким, очень вкусным. В ней красивый кремовый цвет в охлаждённом виде хорошо держит форму. Приготовим шоколадный крем. Разогреем в микроволновой печи или на водяной бане 100 граммов чёрного шоколада с содержанием какао 50%. Размешиваем шоколад до однородного состояния и оставляем на столе. 250 граммов густого натурального йогурта, по желанию йогурт можно заменить сметаной. Добавляем 20 граммов или 2 столовые ложки без верха просеянного какао. Из 40 граммов или 2 столовые ложки без верха сахарной пудры. Перемешиваем до однородного состояния, сахарная пудра и какао должны полностью раствориться. Добавляем ранее растопленный шоколад. Хорошо всё перемешиваем венчиком до однородного состояния. Крем готов, он очень вкусный, имеет насыщенный шоколадный вкус и отлично держит форму. Для пропитки коржей я смешиваю вместе 50 мл чистой холодной воды и 1 чайную ложку ванильного сахара. У остывших коржей обрезаем края. Обрезанные кусочки оставляем и мы позже обсыпем бока торта. Выкладываем первый порш на тарелку и пропитываем его частью пропитки. Устанавливаем разъёмную форму и ацетатную плёнку. При помощи кондитерского пакета или чайной ложки выкладываем половину йогуртового крема в шахматном порядке. Далее заполняем пустоты половиной шоколадного крема. На крем выкладываем второй корж, корж слегка придавливаем. Я выкладываю корж нижней стороной вверх. Нижняя сторона пористая, поэтому пропитывается лучше и быстрее. Пропитываем корж оставшейся пропиткой. Покрываем корж в шахматном порядке оставшейся половиной йогуртового крема. Далее также выкладываем шоколадный крем в шахматном порядке. Убираем торт в холодильник пропитаться и стабилизироваться минимум на 3-4 часа и обычно убираю на ночь. Я оставила примерно по 1 столовой ложке каждого крема. Этим кремом обмажем бока охлаждённого торта. Охлаждённый торт освобождаем от формы и ацетатной плёнки. Бока торта обмазываем ранее отложенным кремом. Обрезанные края от коржей измельчаем в блендере в крошку. И обсыпаем крошкой бока торта. Торт шахматная королева готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить. Прекрасный торт как для домашнего чаепития, так и для праздничного стола. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения! ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...